ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ Продолжаем. Чтение глав из трилогии Аркадия Николаевича Васильева «Есть такая партия». Степан Вожеватов, гвардеец кавалергардского полка, третий год служил в солдатах. Сам он был из деревни, и в Петербурге у него не было знакомых, кроме семьи рабочего Матвея Никоноровича Никитина. Никитин был земляком Степана, и мать, провожая сына в солдаты, дала его адрес. Сын Матвея Никоноровича Иван был членом социал-демократической партии, и от него-то впервые Степан услышал о Владимире Ильиче Ленине и прочел первую запрещенную книжку к деревенской бедноте. Понемногу открылись глаза у Степана. В новом свете предстало перед ним его прежнее деревенское житье и порядки в царской армии. У Никитиных Степан познакомился со студентом экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института Михаилом Васильевичем Фрунзе. Новый 1905 год Степан встречал в семье Никитинах с друзьями Ивана и Натальи, а утром, возвращаясь в казармы, был арестован по обвинению в покушении на двоюрного брата царя, великого князя Бориса Владимировича. Князь утверждал, что стрелявший в него был в форме гвардейца кавалергардского полка. Царь приказал найти виновного, и он был найден. Степану грозил расстрел. Никитины и их друзья организовали побег и переправили его в Иваново-Вознесенск. Вожеватов поступил рабочим на ткацкую фабрику и здесь познакомился со многими членами Иваново-Вознесенской группы Северного комитета социал-демократической рабочей партии. Возглавлял ее профессиональный революционер Федор Афанасьев по кличке Отец. В конспиративных целях не только руководители группы, но и многие рядовые члены партии носили вторые подпольные имена. Семена Балашова называли странником, Ивана Уткина – станко. Вскоре по заданию социал-демократической рабочей партии в Иваново-Вознесенск приезжает Михаил Васильевич Фрунзе и сразу включается в работу подпольной партийной организации. Он принимает активное участие в создании первого в мире Совета рабочих депутатов. Россия переживала великий исторический момент. Революция вспыхнула и разгоралась все шире. Бастовали рабочие в Питере, в далеком Красноярске и Баку. Останавливались железные дороги, недымили заводские трубы. По всей огромной стране вспыхывали крестьянские бунты и восстания. Все это вселяло смятение и ужас в сердца помещиков и капиталистов и самого царя. Николай II издал манифест, в котором обещал свободу совести, слово собраний и союзов. Вскоре после выхода манифеста можно было произносить только верноподданнические речи, собираться только с хоругвиями и царскими портретами. Против всех, кто хотел говорить правду народу, применяли все средства. Темные силы, поощряемые царем и царскими приспешниками, начали кровавые погромы. Из Петербурга погромная волна докатилась до Иваново-Вознесенска, начались поголовные аресты. Был убит один из организаторов Иваново-Вознесенской партийной организации Федор Афанасьев по кличке Отец. Один за другим покидали Иваново-Вознесенск руководители партийной организации. Уехали Балашов, Дунаев, Станко. Фрунзе уехать не успел, его схватили жандармы. Высланный на поселение в Казань, он бежал оттуда и вернулся в Шую. Не избежал ареста и Степан Вожеватов. Как особо опасного преступника, его везут в Петербург. За покушение на царственную особу Степана приговорили к смертной казни. Жена Степана, Наташа, подала прошение на обгустейшее имя с просьбой о помиловании приговоренного к смертной казни. Расстрел заменили пожизненной каторгой. Но и на этот раз друзья помогли ему бежать и устроили путевым обходчиком на маленькой глухой станции. Но революционные события докатились и сюда. Степана снова схватили. 1916 год застал Вожеватого в пересыльной тюрьме Коровники в городе Ярославле. Слушайте заключительную передачу по страницам романа Аркадия Васильева «Есть такая партия». Читает Виктор Коршунов. Степан Вожеватов в 1916 году трижды сидел в карцере. Два раза за препирательство с начальником тюрьмы Кобляковым. Как не ослаб к 1917 году режим в Коровниках, Степан в конце февраля снова попал в карцер за попытку уговорить уголовника, убиравшего его камеру, принести газету. Пройдя под конвоем трех надзирателей мимо знакомой двери карцера, Степан привычно остановился, а надзиратель толкнул его в спину. «Не сюда». Его провели по узенькой лестнице еще ниже, в сводчатый низкий коридор, по которому тянулись трубы и провода. Заскрепела железная дверь, и Степана впихнули в густую темноту. Он протянул руки, сразу натолкнулся на скользкую стену. «Вот попал, — вслух сказал Степан. Ну что ж, будем сидеть». Но сесть по-обычному не пришлось, ногам не хватило места. «Ах, сволочи!» — выругался он и устроился, поджав ноги. Стояла мертвая тишина, только где-то, очевидно, за дверью капала вода. Вскоре надзиратель просунула в дверь миску с баландой и кусок хлеба. «Воживатов? Что в городе творится? Что? Расскажи! Городовых бьют, солдаты с фабричными в обнимку ходят. Врешь! Расскажи! После приду!» Надзиратель захлопнул дверь. Степан забарабанил в нее, отбил все кулаки, стучал ногами, никто к нему больше не пришел. И только утром открылась дверь. «Выходи!» Когда проходили коридором первого этажа, Степан жадно вслушивался в крики, доносившиеся из камер. Вся тюрьма гудела от шума. На втором этаже Выживатов услышал, как в одной камере пели «Смело товарищи в ногу». Надзиратель, не тот, что приходил вчера в карцер, а другой старик, торопился, подгоняя Степана быстрее, быстрее. Вот и его сто восьмая. Надзиратель гремит ключами. «Да скажите вы что-нибудь! Почему такой шум стоит? Давай, входи!» Хлопнула дверь. Опять один. Постучал в обе стенки. Молчат. Пустые, значит, камеры. «Ах, дьяволы! Что же там в городе?» В коридоре топот ног, крики. «Куда ты его привел? В контору его надо!» Слышен голос надзирателя. «Ну, ошибся! Подумаешь, вещи-то ведь у него тут!» Дверь распахнута. В ее раме много веселых, незнакомых лиц. «Товарищ Вожеватов! Вы свободны! Идемте в контору!» Кто-то собрал его вещи, и хотя Степан мог идти сам, его подхватили под руки, почти несли. И он вдруг почувствовал, ноги отказываются двигаться. В конторе много заключенных. Один сидит на полу, протянув ноги. Тюремный слесарь снимает с него кандалы. За столом прокурор тюрьмы, два чиновника. Тут же несколько рабочих и студентов. Пожилой рабочий крепко сжал Степану руку. «Поздравляю, товарищ Вожеватов!» Кругом сияющие лица, радостные голоса. К Степану подошли студенты. «Вас проводить!» «Спасибо, молодые люди!» «Чего-чего, а выход из этого места я сам найду!» «Куда вы сейчас?» Вожеватов остановился. «На самом деле, куда?» «В Иваново-Вознесенск?» «А может, Наташи там уже нет?» Скоро год как не присылала писем. Он повернул в контору. Прокурор безупречно, вежливо осведомился. «Что вы хотите сказать, господин Вожеватов?» «Я год не получал писем. Хочу выяснить. Одну минуточку». Прокурор порылся в папке. «К сожалению, для вас писем не поступало. Извините, есть телеграмма. Получите, пожалуйста». Степан чуть не вырвал голубой листок. «Сообщите заключенному Выжеватову Степану Ильичу. Его жена Наталья Матьевевна проживает сейчас в Петрограде. Елизаветинские улицы, дом 5. Член Петроградского совета рабочих депутатов, помощник коменданта Таврического дворца Сергей Семенов. Студенты вначале испуганно шарахнулись, когда Выжеватов стремительно подлетел к ним. «Други, помогите уехать в Питер сегодня же, сию минуту». Наташа уговаривала Степана отдохнуть, а он, пробыв в дом один день, больше не выдержал, попросился с Сергеем Ивановичем в Таврический дворец. Наташа немного обиделась, но, проводив мужа, сама умчалась в районный комитет партии на совещание заведующих питательными пунктами. В коридоре Таврического дворца у входа в зал к Сергею Ивановичу подошел член Петроградского комитета. «Вам, товарищ Семенов, два поручения. Первое – раздобыть какой-нибудь стол и поставить его... Где же мы его поставим? Да хотя бы тут. Второе поручение получите после того, как появится стол». Сергей Иванович засмеялся, сказал Степану, «Подожди меня», и, позвав проходившего мимо солдата, пошел разыскивать стол. Вскоре они принесли простой канцелярский стол с двумя ящиками. «Хорош?» – спросил Семенов. Член комитета, держа в руках стул, по-хозяйски осмотрел стол. «Годится». И начал прикреплять плакат «Секретариат ЦК РСДРП большевиков». Сел за стол и, вынув записную книжку, спросил Сергея Ивановича, «Николая Ильича Подвойского знаешь?» «Знаю». «Назначаешься в его распоряжение». «А кто здесь останется?» «Кого рекомендуешь?» Сергей Иванович посмотрел на Вожеватого, словно прикидывая, справится ли он с хлопотливыми обязанностями помощника коменданта дворца. «Можно, товарищи Вожеватого?» «Большевик?» – спросил член комитета. «С давних пор. Только что из Кровников». «С военным делом знаком, товарищи Вожеватов?» – обратился к Степану член комитета. «Так точно по-военному», – ответил Степан. «В гвардии служил, в кавалергардах», – добавил Сергей Иванович. И Степан стал помощником коменданта Таврического дворца. Семенов свел его в министерский павильон, представил полковнику Перецу. На прощание снял себя ремень с кобурой, из которой торчала ручка Нагана. «Принимай!» «Дома поговорим поподробнее». Темная апрельская ночь. Лучи прожекторов шарят по зданиям, образующим площадь перед Финляндским вокзалом. Иногда полосы света пробегают совсем низко, и тогда становится ясно, почему такой гул стоит над площадью. На ней море человеческих голов. Повсюду красные полотнища с надписями «Привет, товарищу Ленину!» «Добро пожаловать, дорогой товарищ Ленин!» По одежде можно угадать, кто встречает Ленина. Котелков совсем нет, шляп немного, все больше кепки, фуражки, картузы. Курят тоже не сигары и папиросы, а все больше махорку. Многие по тюремной привычке с трубками. И всюду, в перемешку с картузами да кепками, матросские бескозырки, солдатские фуражки, а кое-где даже папахи не успели снять зимнего омбундирования. Видно, не до того было. Митинговали в казармах весь март. Прошел час, другой. Поезда все нет. Начались тревожные расспросы. Что случилось? Кто задержал поезд? Послали делегацию к железнодорожному начальству выяснить причину опоздания. Какой-то великан взобрался на крыло броневика, сверхъестественным басом возгласил «Все в порядке, товарищи! Товарища Ленина задержали в Белоострове встречающий. И вообще его на каждой станции встречают. Отсюда и опоздание. Передайте тем, кто позади, чтоб не волновались». «Все в порядке!» Понеслось с площади в улицы и переулки до самой набережной. «Все в порядке!» Прошло еще несколько томительных минут, и на привокзальную площадь вышел Ленин. Люди поднимали головы, старались рассмотреть того, кого они так долго с нетерпением ждали. Приветствие, рукоплескание все слилось в радостный громкий гул. Матросы подхватили Ленина, подняли его на броневик. Пальто у Ильича распахнулось, из кармана торчала кепка. «Товарищи!» На площади стало тихо. Только где-то далеко на путях шипел, выпуская пара паровоз. Ленин кончил свою речь возгласом «Да здравствует социалистическая революция!» Люди теснились у броневика. Окруженная толпой машина тихо двинулась по площади. К двенадцати часам дня третьего июня делегаты Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и многочисленные гости заполнили бывший дворец князя Меньшикова. Не было только меньшевиков, с десяти часов утра заседавших в первом кадетском корпусе. В половине первого в зале поднялся гул, слышались хлопки. За столом президиума появился высокий худощавый человек с совершенно лысой головой и глухим голосом объявил, что открытие съезда откладывается на неопределенное время. В зале закричали «В чем дело? Насколько?» Лысый развел руками «Возможно, часа на два». Прошло два часа. Зал, устав гудеть, притих. Иногородние делегаты, особенно дальние, намучившись за дорогу, спали. В концу третьего часа зал охватило возмущение «Что они там мудря? Кого жду? Это вам не царское время над народными избранниками измываться!» Снова появился Лысый и сердито объявил «Меньшевиков нет!» «Совещаются!» К меньшевикам в кадетский корпус послали депутацию узнать, скоро ли они кончат свое фракционное заседание. Депутация, вернувшись, рассказала. Ни черта не узнали. Шум стоит у них, как на вокзале. Потом прошел слух, ждут Керенского, который якобы не успел приготовить речь. Большевики этот слух опровергли. «А зачем ему готовиться?» «Он без подготовки чешет, сколько хочет!» Потом прошел еще слух. Ждут министра председателя князя Львова, а он беседует с английским и французским послами. Степан прикинул на глаз делегатов-большевиков, занявших места в середине зала. Получилось мало. Он поделился своими соображениями с Сергеем Ивановичем, делегатом от Петрограда. Семенов объяснил, «Наш Жохов в регистратуре работает. По его приблизительному подсчету большевиков не больше сотни, а всего съехалось около 800. Больше всего СССРов, потом идут меньшевики, так что нам туго придется». «Ты об этом так говоришь, как будто все в порядке», удивился Степан. «А это и есть порядок. Нормальный ход событий», пошутил Семенов. «Ты на Ленина посмотри, сразу успокоишься». Поговорив немного, они разошлись. Сергей Иванович, увидев своих путиловских, присоединился к ним, а Степан, поднявшись на ступеньку лестницы, стал искать глазами Ленина. Кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями. «Кто это?» «Угадай!» Степан освободил голову, оглянулся. На ступеньках стоял Фронзе. «Миша!» «Михаил Васильевич!» «А ну, повороти!» «Сынку улыбаясь», говорила Фронзе. «Дай посмотрю, какой ты вырос, Степан!» «Дорогой, здравствуй!» Они обнялись, расцеловались. «Жив!» «Степан!» «Выжил!» «Выжил, Михаил Васильевич!» «Еще как выжил!» «Какая досада!» «Только что с Сергеем Ивановичем разговаривали!» «Найдем и его!» «Они уселись на подоконнике!» «Ты делегат, Михаил Васильевич!» «Нет, Степан Ильич, я на крестьянском съезде был, а сейчас задержался по делам. Ну, вот и попал сюда. Смотри, Семенов идет, не видят нас». Но Семенов уже бежал к ним. На их шумные, радостные восклицания дружеские объятия стали оглядываться, одни с улыбкой, понимая, что встретились самые близкие товарищи, другие с явным неудовольствием. «Как это так, в столь почтенном собрании вдруг такие разговоры?» «Постой, постой, да ведь мы с тобой в последний раз в новониколаевской тюрьме виделись!» В семь часов заседание объявили открытым. По широкому проходу, заложив правую руку за борт защитного цвета френча, быстро шел Керенский. Слегка сутулись, он поднялся на возвышение. Керенский повернулся лицом к залу и, подняв руку, повелительным жестом прекратил аплодисменты. Степан услышал, как Фрунзе презрительно произнес. «Фигляр! Любит эффектные выходы!» «Бонапартик!» Заседание длилось недолго, и как только кончилось, Степан предложил Фрунзе. «Пошли, Михаил Васильевич, к нам!» «Ты даже представить себе не можешь, как Наташа обрадуется!» «С огромным удовольствием, Степан Ильич!» «Но невозможно! Сегодня уезжаю в Минск! Побуду там немного и в родные края!» «Это куда?» «В Иваново-Вознесенск!» Весь второй день съезда Степан и Сергей Иванович сидели рядом, недалеко от Ленина. Владимир Ильич внимательно слушал ораторов, изредка записывая что-то в блокнот. Вечером выступил Церетелли. Он говорил долго, скучно, словно нехотя читал неинтересную лекцию. «Я скажу прямо, товарищи, что в настоящий момент, когда мы ведем нашу международную политику, подкрепляя ее боевыми действиями нашего фронта, находятся люди...» Степан увидел, при этих словах Ленин встал и, приподняв голову, внимательно в упор посмотрел на Церетелли. И тот кое-как доживал фразу. Ленин сел и продолжал сосредоточенно писать. Церетелли перешел к внутреннему положению. «Мы знаем, что в настоящий момент в России происходит упорная, ожесточенная борьба за власть. В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы «Дайте в наши руки власть! – Уйдите, мы займем ваше место!» «Такой партии в России нет!» И вдруг в тишине раздалось. «Есть такая партия!» Степан вздрогнул от неожиданности и, повернувшись на этот, возглас увидел. Владимир Ильич Ленин стоял посреди зала, слегка подняв правую руку. Зал замер. Никогда еще, наверное, по Сибирской магистрали не проносился такой удивительный поезд. На паровозе – алое полотнище, на вагонах – красные флаги. И люди в вагонах особенные. Все худые, плохо одетые. И почти на каждой станции входят новые пассажиры с котомками, кой на ком остатки арестантской одежды. На каждой станции митинги, песни. Это возвращаются из тюрем и ссылок большевики. Вернулись в Шую Груня Николаева и Яков Саватеев. Ждали возвращения Фрунзе. Утро выдалось великолепное. На рассвете тихой теплой дождь омыла зелень, прибил пыль на улицах. Первыми в станционный садик пришли во главе с Груней седцевики из Павловской фабрики. Следом за ними подошли из Терентьевской и Былинской. К девяти часам, казалось, вся рабочая шуя с красными знаменами собралась у вокзала. В половине десятого на большой мост через Тезу вступил сводный воинский отряд. Солдаты двух полков шли без ментовок, но с оркестром. Конечно, впереди, как всегда, бежали мальчишки. Сойдя с моста на Ильинскую площадь, на другой день переименованную в Площадь Революции, отряд взял ногу и четко зашагал под торжественный марш. На площади шел митинг. Выступил депутат Второй Государственной Думы Николай Жиделев. «Мы встречаем дорогого товарища Арсения, которого десять лет назад, закованного в кандалы, провожали на этом же месте в царскую тюрьму». Машинист Дмитрий Ветров, тот самый, что когда-то возил Арсений из Иваново-Вознесенска в шую на паровозе, не доезжая до семафора, замедлил ход. Вдоль пути, почти от самого села Мельничного, стояли жители ближних улиц и поселка Дубки. Поезд шел словно по живому широкому коридору. Фрунзе вышел в тамбур, снял фуражку, махал ею. Украдкой смахнул с глаз слезы, растрогался от такой неожиданной встречи. Пробежали мимо домики Заречья, промелькнула водокачка. Вот и низкое приземистое здание вокзала с черными буквами на фронтоне. Шуя. Люди бегут за вагоном, что-то кричат. Сколько дорогих, милых лиц на перроне. Игнатий Волков, сосед по каторжной камере. Николай Шувалов, боже мой, да ведь это груня. Фрунзе не дали вступить на землю. Сняли с подножки, подняли на руки, понесли товарищи. У меня ноги есть, товарищи. Ах вы, черти полосатые, да я же сам ходить могу. Донесли до трибуны, осторожно опустили. Жиделев поднял руку, народ затих. Слово предоставляется Михаилу Васильевичу Фрунзе, известному под его партийной кличкой Арсений. Раз десять не меньше пытался Фрунзе начать речь. Ему все не давали. Аплодировали. Товарищи, много лет я мечтал о возвращении в Шую. Скоро полгода, как русской революционной рабочей классы войска, свергли Николая Романова. Но трудящиеся люди не стали полными хозяевами своей жизни. Временное правительство, защищающее интересы капиталистов и помещиков, продолжает империалистическую войну. Правительство Керенского хочет задушить большевиков, зовущих народ на борьбу за социализм. Ничего не выйдет у этих господ. Пули голодных не накормить. Казацкой плетью не стереть слез матерей и жен. Штыком народ не успокоить. Фрунзе кончил речь, спрыгнул с трибуны. Его окружили, жали руки, обнимали. Вот я и дома, товарищи. Только поздно ночью удалось Фрунзе остаться с близкими друзьями. — Ты как к нам приехал? По собственному желанию? Или тебя послали? — спросила Гроня. — И так и это, — засмеялся Фрунзе. — Очень хотел побыть здесь. А получилось, вам я это могу сказать, товарищи, что это совпало с желанием Центрального комитета и товарища Ленина. И надолго ты к нам, — не отставала Гроня, — пока не прогоните, — отшутился Фрунзе. На днях только съезжу в Минск, отчитаюсь там перед товарищами и суда. Жить пока буду в Шуе, а там сообща решим. Известия о свержении Временного правительства пришли в Шую вечером 26 октября. В это время в Доме народа, как теперь называли бывшее дворянское собрание, происходило заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Михаил Васильевич, ведший заседание, первым заметил вошедшего за кулисы связного красногвардейца с телеграфа и, предчувствуя, какую весть он принес, выбежал к нему навстречу. Прочитав телеграмму, он подошел к трибуне и остановил оратора, эссера Максимовича. Тот недовольно буркнул, договорить не дадут, но все же уступил место. Фрунзе поднял руку с телеграммой «Товарищи! Временного правительства больше не существует! Власть в руках советов! Ура, товарищи!» Люди в зале кричали «Ура!», аплодировали, требовали, чтобы Фрунзе прочел всю телеграмму. Он ее прочитал один раз. Попросили еще. Он прочитал еще. Большинством голосов при трех воздержавшихся была принята резолюция. «Приветствуем переход власти в руки советов как единственный выход из создавшегося положения. Обещаем новому правительству всякую поддержку в борьбе со старым контрреволюционным правительством». После голосования трое воздержавшихся под насмешливые замечания покинули зал. Это были беспартийный зубной врач и два меньшевика. Больше меньшевиков в Совете не было. Тут же выбрали военный революционный комитет из пяти человек. Председателем единогласно утвердили Фрунзе. Через час Фрунзе позвали к телефону, висевшему за кулисами. Вернувшись, Фрунзе подошел к рампе. «Товарищи депутаты, сейчас в Иваново-Вознесенске заседает совет. Иваново-Вознесенские товарищи шлют нам свой братский привет. Аплодисментам, казалось, не будет конца». Эпилог Шел май 1925 года. В Москве в Большом театре заседал Третий съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Во втором ряду ложа билетажа сидел военный с тремя ромбами в петлицах. На груди поблескали три ордена боевого красного знамени. По внешнему виду командиру корпуса можно было дать лет 35-38. Впечатление моложавости создавалось потому, что в волнистых белокорых волосах была неприметно седина. В первом ряду, положив руку на барьер, в полоборота к военному, сидела женщина средних лет с чуть седеющими гладко зачесанными волосами. Когда в перерывах военный выходил поразмяться, он невольно обращал на себя внимание. Уж очень он был высок, плечист. В один из перерывов в ложу зашел совершенно седой человек с солдатскими усами щеткой. Иванову Вознесенскому пролетариату шутливо поздоровался он с женщиной, а заодно и Красной Армией. Он сел рядом с военным, улыбаясь, посматривая на него. — Все, молодеешь, Степан Ильич. А как ты, красная губернаторша, поживаешь? Выступать собираешься? — Собираюсь, Сергей Иванович. И уж извини, а вас скажу. — В чем же мы, графена Васильевна, перед тобой провинились? Груня засмеялась. — Передо мной ты давно виноват. Почему жену ко мне в гости не отпускаешь? Этот важный вопрос мы уж как-нибудь с тобой уладим. — Съезду я об этом сообщать не буду. А вот как ваши ленинградские заводы нас подводят, расскажу. — Понимаешь, Степан Ильич, мы бывшую Витовскую фабрику переименовали в фабрику имени Федора Афанасьевича Афанасьева. Я накануне митинга Сергею Ивановичу в Ленинград позвонила, спросила, когда смогут нам новое оборудование отгрузить. Мы вентиляцию там задумали всю заменить. Помнишь, какая там духота? Ну вот, этот мил друг наобещал. Все сделаем. Я поверила и, в свою очередь, работницам на митинге наобещала. А они сделаем, графена Васильевна. Когда? Мы 16 июня будем 20-ю годовщину расстрела, Наталки отмечай. К нам гостей понаедет со всех концов. В этот день памятник отцу открывать будем, а в цехах дышать нечем. Скоро будем новую фабрику неподалеку строить, Красную Талку. Проект уже готов, дворец, а не фабрика. Вы опять нам оборудование будете в час по чайной ложке выдавать? Вожеватов рассмеялся. Ты уж не ссорься с ней лучше, Сергей Иванович, а то она тебя живьем съест. Перерыв кончился. Председательствующий Михаил Иванович Калинин объявил, слово для доклада о Красной Армии предоставляется Народному комиссару по военно-морским делам, председателю Революционного военного совета Михаилу Васильевичу Фрунзе. И, улыбаясь, повернулся к кулисам. Пожалуйста, Михаил Васильевич, прошу. Фрунзе долго не давали начать речь, и, кажется, громче всех слышались аплодисменты из правой ложи билетажа. Наконец, зал стих. «Товарищи!» – раздался спокойный голос Михаила Васильевича. «Основатель нашего государства, дорогой Владимир Ильич Ленин, учил постоянно заботиться о вооруженных силах. Партия большевиков всегда считала своей первоочередной задачей укрепление нашей Красной Армии». Вожеватов посмотрел на большой портрет Ленина и почему-то вспомнил Ивана Никитина, первого большевика, встретившегося ему на жизненном пути. Он наклонился к Груне и шепнул «Отца вы сюда, Федора Афанасьевича!». Груня поняла, о чем он думает, и тихо ответила «Многих тут не хватает». Степан вспомнил Станко, погибшего в коровниках, Носова, Якова Саватеева, убитого на баррикадах в Москве и многих других, отдавших жизнь за рабочее дело под Уфой, в песках Туркестана, под Перекопом. А Фрунзе говорил «Мы построили наш советский дом крепко, навсегда, навечно». Закончив доклад, Фрунзе легко сошел с трибуны, сел на крайнем стуле, улыбаясь, что-то говорил Калинину. Когда аплодисменты умолкли, Калинин сказал «Объявляется перерыв». Делегаты съезда поднялись и двинулись из зала в широко распахнутые двери. «Пойдем и мы», – сказал Выживатов Сергею Ивановичу. «А ты, Груня?» «Может, зайдем к нему», – сказала она, не называя имени дорогого им человека. Он знал, о ком она говорит. Пошли. Они прошли за кулисы. Навстречу шел Фрунзе. Увидел, протянул руки. «Дорогие мои земляки!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова